Рассмотренные на предыдущем занятии элементы формы обладают свойством фокусировки. То есть, когда мы кликаем по какому-либо элементу, то он приобретает фокус, и мы можем изменить его состояние. Далее, когда мы уйдем с этого элемента, то он теряет фокус. Так вот, в эти моменты формируются два таких события. Событие фокус, когда элемент получает фокус, ну а блур, когда он теряет фокус. Например, вот для этого нашего поля ввода input пропишем два таких обработчика. Один обработчик мы повесим на событие фокус, а второй на событие блур. Оба обработчика будут в консоли вводить соответствующие строчки. Обновим документ, щелкаем по полю ввода, и соответственно в консоли мы видим сообщение, что он получил фокус. Уходим с элемента, и мы видим сообщение, что он потерял фокус. То есть, как раз сработали вот эти два события, фокус и блур. Когда могут понадобиться эти события? Ну, например, для проверки корректности ввода данных в этом поле ввода. Для простоты предположим, что имя пользователя не может содержать вот такой символ sharp. И такую проверку можно сделать в тот момент, когда элемент теряет фокус. Например, так, вместо этой строчки мы пропишем вот такие строчки. И здесь мы проверяем, содержит ли наш элемент поле ввода вот такой символ sharp. Если содержит, то мы ему добавляем стиль error. Ну, а если не содержит этот символ, то на всякий случай удалим этот стиль error. А сам стиль будет выглядеть следующим образом. Мы его пропишем вот здесь, в разделе head, и он будет устанавливать красный фон у элемента input. Обновим документ, вводим какое-нибудь имя, ставим символ sharp, и когда элемент теряет фокус, то появляется такой вот красный фон. Чтобы с этим элементом управления было приятнее работать, мы вот в этот обработчик фокус пропишем вот такую строчку. То есть мы будем удалять вот этот вот стиль error. Обновим документ, введем какое-нибудь имя, поставим sharp, и у нас получается красный фон. Но когда элемент опять получает фокус, то этот красный фон мы убираем. Так будет приятнее работать пользователю с таким элементом управления. Уберем этот символ sharp, и теперь когда элемент теряет фокус, то он не подсвечивается красным. То есть вот так вот, например, можно использовать эти два события, фокус и блур. Однако обратите внимание, стандарты HTML5 и выше позволяют в полях ввода прописывать вот такие вот атрибуты. Required и Pattern. То есть вот на самом деле с помощью этих атрибутов можно сделать ровно то же самое, что мы только что делали с помощью JavaScript. Поэтому обработчики вот для этих событий фокус и блур следует прописывать только в том случае, если вот этих атрибутов недостаточно. Также следует иметь в виду, что эти события фокус и блур не всплывают. То есть мы не можем перехватить их обработчиком элемента более высокого уровня в иерархии дом-дерево. Например, если мы пропишем обработчик фокус для всей формы, то мы его не сможем перехватить. То есть вот этого события никогда не произойдет. Такую строчку мы не увидим в консоли. Обновим документ, щелкнем по полю ввода, и здесь мы не видим никаких строчек. Но все же, если нам нужно перехватывать вот такие вот события фокусировки, то лучше использовать для этого вот такие вот специальные события. Фокус-ин и фокус-аут. Они работают так же, как и вот эти вот события, но в отличие от них всплывают. Обработчики этих событий можно добавлять через вот такой вот метод. ADD Event Listener. Ну и далее мы прописываем события, на которые вешаем обработчик. И здесь вот через анонимную функцию мы прописываем обработчик, который будет вводить в консоли вот такое вот сообщение. Обновляем документ, щелкаем по полю ввода, и теперь видим сообщение фокус-ин. То есть вот это вот событие фокус-ин, которое возникло на элементе управления input, всплыло до уровня формы, и мы его перехватили. По аналогии работает и событие фокус-аут. В JavaScript существуют методы фокус и блур, которые позволяют установить или снять фокус с отдельного элемента. Например, вот таким вот образом. Мы вот в этой строчке на элемент текст-аро поставим фокус. Теперь, когда обновим наш документ, то видите, автоматически вот этот вот элемент приобрел фокус, и мы тут можем что-то вводить. Но при работе с этими методами есть несколько тонких моментов. Во-первых, эти методы не работают в браузерах Firefox. Во-вторых, бывают случаи, когда фокусировка с элемента будет сниматься автоматически. Например, при появлении модальных окон, вызванной методами alert, prompt и confirm. Так что полагаться на эти методы фокус и блур целиком не стоит. И в практике программирования ими стараются не пользоваться. Вместо этого лучше полагаться на события фокус и блур, или использовать псевдокласс фокус для определения стилей сфокусированного элемента. Также, работая с событиями фокус и блур, следует иметь в виду, что не все элементы HTML-документа по умолчанию поддерживают фокусировку. Например, вот такие вот элементы div, p, tables, pen, image и так далее не поддерживают фокусировку по умолчанию. Давайте в этом убедимся. Вот здесь вначале пропишем вот такой вот элемент div и на него повесим два обработчика события для фокусировки. Мы это сделаем так. Обращаемся к этому элементу и далее через два вот таких вот атрибута onFocus и onBlur вмешиваем вот такие вот два обработчика. Обновим страницу, щелкаем по этому элементу div и ничего не видим. То есть эти обработчики не срабатывают. Это как раз и говорит о том, что данный элемент не имеет фокусировки. Но ее можно включить, если прописать вот такой вот атрибут в div. Tabindex и у него установим значение 1. Обновим документ и теперь при щелчке по этому div будут срабатывать эти два события. Что же это за атрибут tabindex? На самом деле он указывает, в какой последовательности следует переключать фокусы между элементами при нажатии на кнопку tab. Так что если мы какой-то элемент включаем в эту последовательность, то он должен обладать фокусировкой. И браузер ее включает, даже если ранее этот элемент не обладал таким свойством. Причем вот это свойство tabindex мы можем прописать и на уровне JavaScript. Вот здесь вот мы его уберем, а здесь мы его добавим. Вот так вот. Причем обратите внимание, здесь в JavaScript это свойство пишется вот с заглавной буквой i. Обновим документ и щелкая по элементу div видим, что он обладает фокусировкой. У этого атрибута или же свойства tabindex есть специальные значения. Если он равен 0, то элемент располагается на уровне с другими элементами без атрибута tabindex, но обладающих фокусировкой. Если же tabindex равен минус 1, то на элементе можно фокусироваться только программно, на уровне JavaScript. Ну и наконец последнее. Для получения текущего элемента с фокусировкой используется такое свойство active element объекта документ. Вот в этих двух строчках это свойство выводится в консоль. И давайте посмотрим, чему оно будет равно. Обновляем документ и видим, что фокусировка изначально находится на боди. Но если мы перепишем эти две строчки вот здесь пониже, то есть мы вот здесь устанавливаем фокус на вот этот элемент текст ара и обновим документ, то теперь видим, что наш элемент active ссылается на вот этот текст текст ара. Вот так вот можно обрабатывать фокусировку на уровне JavaScript.